Здравствуйте, дорогие красновядцы! Здравствуйте, телезрители телеканала Енисей! Мы начинаем сегодня тему замачивания семян. Зачем мы это делаем? Смотрите, это семена томатов. Страшные! Вот страшнее атомной войны просто. Вот посмотрите, кошмар какой-то, какие семечки. Я их высыпаю вот сюда в синюю плошечку. Значит, здесь у меня есть еще семена. Это томаты, это томаты. А здесь у меня есть семена кабачки. Кабачки, завтрак нефтяника. Вы все знакомы с этими кабачками. Это, кстати, цукини. Очень урожайные сорта. Вот их, вот столько. Ну, их в сиреневую плошечку. Вот, видите? Значит, вообще мне мешает эта корзиночка, пока мы ее уберем. Что вы делаете? Ну, в марганцовке замачиваете для того, чтобы протравить. Протравить от патогенной флоры, которая на семечке извне находится, извне, то есть на оболочке семенной. Но при этом вы должны знать, что вы убиваете не только патогенную флору, но и все микроорганизмы, которые нужны этому семени. Запомнили, и вы уже по моему тону понимаете, что я против замачивания семян. Значит, замачивая в марганцовке. Можно замочить в виталайзере. Да в каком угодно. Их там масса. Энергены, ава, флора и так далее. И там и эко-сил, и правда их много. Я даже вспоминать их не хочу, потому что я этого не делаю. Замачивая семена на несколько часов, вы совершенно забываете о том, что, ну, марганцовка может быть замочена там на несколько минут. Я считаю так. Значит, ну, если это энергетик или виталайзер, если это еще и с гормонами что-то, ну, приходится замачивать надолго. Но этого тоже нельзя делать. Вы поймите, что семена, если... Вот я не буду заливать, мне жалко семена. Если семена посеяны, ну, я делаю очень просто. Проливаю, вот у меня рабочий инструмент, чайник. Я проливаю таблетки, торфяные, все посеяно в таблетках, вы увидите все это. Проливаю кипятком, но не по ним, разумеется. Вытаскиваю вот так одну, заливаю, потом аккуратно все закрываю. Они набирают влагу, и я раскладываю семена, ну, помидоры по две, перцы по две, баклажаны по одной. У меня такой принцип посева, значит. И от того, что они прогрелись, то есть получили все-таки небольшой толчок в своей жизни, и в самом ее начале, они прекрасно входят, просто прекрасно. Все эти замачивания, они, понимаете, это полумера. Избавиться от болезни, от фитофторы, да невозможно, она живет в земле. Как только ей будут созданы условия определенные, холодно и влажно очень, она все равно придет к этому помидору. Понимаете? И никакие ваши замачивания в марганцовке ей не помогут абсолютно. Чтобы замачивать, это нужно абсолютно определенные семена, семена картошки. Их нельзя сеять вот так просто. Они сгниют, скорее всего. Их надо в влажной тряпочке прорастить и только тогда посеять. Но это исключение из правил. И если вы хотите задать мне вопрос, то, пожалуйста, возьмите свой телефон, поднесите к телевизору, там есть QR-код. Нажмите кнопочку камеры, и вы тут же перейдете на наш YouTube-канал и, конечно же, на рубрику «Порядки на грядке». И мы с вами там пообщаемся. Если у вас это не получится, то выйдите, пожалуйста, на YouTube, и там есть такая маленькая лупа, нажмите на нее. Это поиск. И напишите, просто напишите «Порядки на грядке». И опять вы увидите меня и зададите свои вопросы. А я вам на них отвечу. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!